МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По словам зампредседателя Банка России Василия Позышева, регулятор выступает против целого бизнеса по созданию фиктивных заемщиков. Зарплату руководства смогут контролировать сотрудники компании. Законный проект, который позволит работникам через участие в коллегиальных органах управления контролировать доходы топ-менеджеров и руководителей, может вступить в силу уже этой весной. По словам депутата Андрея Исаева, если в состав коллегиальных органов компаний, как предполагается в законном проекте, будут включены представители работников, то этот вопрос будет поставлен под контроль трудящихся. По мнению депутатов, этот закон поможет укреплению социального партнерства. Кроме того, распределение зарплат будет более справедливым, а сами работники будут больше понимать основные цели и стратегии развития компаний, где работают. В Краевой центр поддержки предпринимателей в прошлом году обратилось более 10 тысяч кубанских бизнесменов. Центр работает второй год и оказывает услуги консультационного сопровождения предпринимательской деятельности. Например, бизнесмены бесплатно могут создать новый сайт, разработать бизнес-план фирменный стиль или заказать маркетинговые исследования по интересующим сегментам рынка или даже зарегистрировать новое юридическое лицо. Россия будет продвигать платежную систему МИР в Египте, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что наша страна заинтересована в распространении отечественной платежной системы МИР в тех странах, где отдыхают россияне. Именно поэтому речь идет о тех странах, поскольку самые популярные среди соотечественников направления. Также Матвиенко отметила, что страны, которым выгодно увеличение количества российских туристов, будут заинтересованы в том, чтобы такая платежная система работала и там тоже. Тем временем в Южном и Северокавказском федеральном округах выдали уже более миллиона карт МИР. Сейчас на юге, к примеру, карт платежной системы МИР готовы почти 100% банкоматной сети. Это более 21 тысячи машин. Все крупнейшие ритейлеры принимают к оплате карты МИР уже сегодня. Можно использовать эту банковскую систему за рубежом, благодаря кобейджинговым проектам, то есть выпуску совместных карт с международными платежными системами. Например, банки уже выпускают карты МИР Маэстро и МИР JCB. Тюрьмы для бизнесменов могут появиться в России. Эту идею обсуждали участники деловой России. Частные тюрьмы могут появиться в Крыму и средней полосе. Аналогичные места заключения существуют во многих странах. В случае официального выдвижения инициативы потребуется внесение поправок в закон об исправительных учреждениях и включение частных тюрем под надзор Федеральной службы исполнения наказаний. По словам одного из участников, идеи преследуют гуманистические цели. По его словам, после тюрьмы большинство людей сломано. И потерять деньги и бизнес – это страшный удар, но потерять себя и уважение – это непоправимо. Нужно дать предпринимателям шанс остаться просто людьми, отметил он. Но для начала, считают участники обсуждения, необходимо поменять реакцию общественности. Если жители страны отнесутся к инициативе положительно, то будет подготовлен соответствующий законопроект. Банки обяжут предупреждать клиентов о рисках получения финансовых услуг. Центральный банк России разослал соответствующие письма с рекомендациями. В них регулятор просит банки получать от клиентов письменное подтверждение осведомленности о возможных рисках и комиссиях, и о том, какие финансовые услуги они получат. Меры вызваны жалобами клиентов об отсутствии информации о том, какие существуют риски. В ЦБ подчеркнули, что банк должен информировать клиента, и еще и о том, будут ли его средства застрахованы. Кроме того, банкам рекомендуется обучить персонал, который предлагает финансовые услуги и продукты, и вести запись таких продаж. Ну а сейчас мы узнаем, что такое сбалансированное управление компанией, и как создать устойчивый рост. На студии сегодня Владислав Денисов, руководитель школы бизнеса «Бакалавр». Владислав, добрый день. Добрый день. Итак, все-таки сбалансированное управление компанией, но пока, пожалуй, немногим понятное словосочетание. О чем это? Вкратце речь идет о том, чтобы создать такую систему, при которой бизнес будет работать независимо от людей, от собственника, или от смены каких-то видов деятельности. То есть, если сравнивать аналогию проводить со стулом, то если мы встанем со стула, он должен стоять. Если мы на него встанем, он тоже должен стоять. Но ведь обычно говорят, что кадры решают все. Да, кто-то говорит, что кадры – это главное в любом бизнесе. Поэтому может ли бизнес работать при каких-то изменениях, в том числе и с человеком? Безусловно, мы не исключаем человеческий фактор и важность его, потому что квалификация персонала стоит на одном из первых мест вообще в любой компании. Но мы говорим о том, что должна быть существовать некая система, при которой создается некое устойчивое положение компании. Поменялся один сотрудник на другого. Я вижу, часто в компаниях происходит, уходит один руководитель, приходит другой, начинается перестройка, начинается шатание, и этот процесс очень болезненный для компании. Этот процесс не должен происходить, он должен продолжать работать независимо, руководитель уехал в командировку на 6 месяцев, компания работает, как она и работала при нем. То есть хлеб должен выпускаться в любом случае, если мы говорим о том. А как же достичь такой практически идеалистической картинки? На самом деле есть четыре, как мы опять же говорим, стул, четыре области, которые в принципе создают некое устойчивое положение. Как четыре ножки у стула? Совершенно верно. Первая ножка – это как раз люди. То, о чем мы говорили, одно из самых важных. Квалификация людей, вложение в их инвестирование, в их образование, квалификацию и вовлечение в жизнь компании. Сейчас очень много крупных компаний, в которых люди немножко отходят на второй план. То есть есть некие такие бюрократические процедуры вырастают, вот одна ножка вырастает, а человеческий фактор начинает страдать. Вторая ножка – это бизнес-процессы. То есть создание устойчивых процедур каких-то, которые создают возможность предсказывать дальнейшее развитие компании, будущее, финансы в том числе и все прочее. Третья ножка – это клиенты. Тут даже можно расширить, сказать, что это клиенты и маркетинг, который работает на вовлечение клиентов. И здесь, соответственно, мы говорим о том, как мы вовлекаем клиентов в жизнь компании, как мы работаем после того, как клиенты к нам пришли, ну и, соответственно, какие программы лояльности мы для них формируем, чтобы клиенты оставались с нами на протяжении всей жизни компании. И последняя же ножка – это финансы. Она является, скорее, логическим следствием. Если мы здесь всеми тремя составляющими управляем хорошо, то финансовая составляющая, она тоже такая формируется устойчивая, крепкая. Но здесь идет речь о том, чтобы создать некую прозрачную финансовую дисциплину в компаниях. Этого сейчас не хватает? Прозрачности вот такой? Да. Даже я могу сказать, что многие руководители не до конца понимают механизм финансовой системы, скажем. Основные понятия есть, конечно, да, но вот прозрачности часто не хватает, чтобы увидеть, что будет, предсказать, можем ли мы какие-то инвестиции сделать в развитии компании, насколько это период, когда мы получим отдачу от инвестиций своих и так далее. То есть это, конечно, очень важно. Ну и опять же, это, пожалуй, такая история для мелкого и среднего бизнеса, потому что если крупный бизнес может позволить себе нанять финансовых аналитиков, то мелкие, средние бизнесмены этого не могут сделать? Конечно, да. В первую очередь, как я говорил, если ножки одной нет, руководителю приходится сам вставать ногами и регулировать стул. Вот руководитель должен компенсировать, либо там какой-то квалифицированный персонал искать, либо сам этим заниматься. В крупных компаниях тоже, на самом деле, с этим тоже не всегда все гладко, даже несмотря на наличие экономистов, финансовых аналитиков и так далее. То есть далеко не везде эта система хорошо выстроена. Вот еще я хотел спросить одну из ножек, вы упоминали, как наличие клиентов и такая клиент-ориентированность. Ведь сегодня, особенно на фоне таких непростых экономических явлений, пожалуй, каждый бизнес должен за клиентом бороться. Но по факту, как по-вашему, все ли компании остаются клиента-ориентированы? Но мы сейчас не говорим о тех, кто работает только на государстве, например, а вот на открытом рынке. Ну, знаете, понятие даже клиент-ориентированность все понимают по-разному, начиная с того, что у нас терминология даже устоявшейся единой нет. Сейчас очень много семинаров, форумов проходит на тему повышения клиент-ориентированности, на тему привлечения клиентов. Но тут же встает вопрос, мы можем научиться привлекать клиентов, но не всегда мы умеем их удерживать. И, к сожалению, очень многие компании теряют, эти деньги не считаются и не понимают, сколько мы теряем, когда клиент уходит от нас, уходит с негативным отзывом в том числе. Поэтому здесь, конечно, очень много проблем у многих компаний. Но есть и очень хорошие примеры, когда можно принимать опыт, смотреть, как вовлекает компания в жизнь и строит со своими клиентами партнерские отношения на протяжении всей жизни. Ну а, пожалуй, самый большой плюс и достижение того, что теперь этот бизнес готов делиться своими навыками, и тому есть масса ресурсов. Я благодарю вас, и зрителям напомню, что у нас в гостях был директор бизнес-школы Владислав Денисов. На этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся на Кубань-24.